Мы продолжаем. Варенье и мед под маркой якутского производителя появляются на прилавках регионов страны. В Якутии активно развивается производство из дикоросов. В основном это приготовление напитков, а именно чая и морса. Но в ближайшее время в регионе планируют создать кластер. Его появление поможет расширить ассортимент и объемы продукции для экспорта. Вместе с тем сбор ягод и трав осуществляется на территории республики местными жителями. Насколько хорошее подспорье для якутян-собирателей развития производства из даров леса, выясняла Юлия Великодная. Пенсионерка Нина Прокопьевна – жительница села Янгры. Зарабатывает сбором ягод еще с 80-х годов. Тогда сдавали в райпо, а сегодня оптовики из Якутска приезжают на грузовиках и платят 200 рублей за литр. С Ниной Прокопьевной в лес ходят дети и внуки. Всегда помогают не меньше 6 человек. За один поход в лес каждому удается собрать порядка 10-15 литров ягоды. Это для нас очень большая помощь, для семей. На эти деньги мы покупаем хольную форму. Дети с нами тоже собирают, даже 6-летние, 7-летние. Мы знаем очень много примет, он же там отметки делает в лесах. По этим отметкам знаем, что побывал хозяин тайги. Он в это время не трогает людей, он сытый. Сезон голубики проходит, самое время брусники. Горожанам редко выпадает возможность выехать в ближайший район для сбора витаминов на зиму. А некоторые просто идут по пути наименьшего сопротивления. Не тратя время и силы, покупают ягоду. На крестьянском рынке цена за голубику колеблется в районе 350 рублей за литр, а за бруснику 200. Стоимость голубики с лета снизилась порядка на 50 рублей. Ягоды приводят сус Алдана, Мегина, Конголаса, Горного и Татлинского улуса. Ну, везде. Чуровца, Покуровск, Близлижасия улуса, Намца приводят. А вот от расстояния зависит ее цена или цена одна? О, от расстояния не зависит. Согласно указу Егора Борисова о мерах стимулирования развития местного производства, к 2020 году в Якутии должны быть созданы не менее 2,5 тысяч рабочих мест в сфере местного производства. Обеспечено продвижение республиканской продукции на российский рынок. Проект по заготовке и переработке дикоросов является приоритетным для создания экспортно-ориентированных отношений. Подали документы на участие этого конкурса в администрацию села Янгара. Мы планируем купить морозильную камеру, ларь, и тару под ягоду. Вот это, чтобы ягоду продавать, у населения покупать надо же, тара нужна, планируем. И будем закупать у населения ягоду, бруснику. Продукцию местного производителя под маркой «Кюнь» сегодня можно найти на полковых более 700 магазинов Якутска и его пригородов. К тому же доставка морса и сиропа налажена для пяти регионов России. Для расширения ассортимента, а также увеличения объемов на экспорт, было принято решение создать кластер, в котором объединить всех производителей. Уже в сентябре, кроме морса и сиропа, на базе компании «Кюнь» будет поставлено на производство варенье и мед. Суть кластера состоит в том, что у нас в основном предприятия, которые занимаются производством дикоросов, они разрозненные и мелкотоварные. В следствии которого ни одно предприятие на сегодняшний день не может произведить у нас экспортно-ориентированную продукцию в достаточных объемах и в необходимой упаковке. На сегодняшний день работа ведется в том отношении, что мы стыковываем производителей друг с другом и расширяем ассортимент производимой продукции. Этим летом в Хангаласском районе для местных жителей был объявлен прием Иван-чая. Предприниматель Ниргуяна Заморщикова, владелец чайного магазинчика, считает, что якутский чай ничем не уступает китайскому или индийскому и даже имеет ряд преимуществ. С мужем они закупили оборудование и запустили производство зеленого и черного чая. Мы производим самый северный чай на планете Земля и вообще все, в отличие от других регионов, наш чай намного качественнее. Это уже научно доказано, на полтора-два раза мощнее и мы считаем, что наш чай будет одним из самых востребованных, элитных, ну то, что предлагается в России. План заготовки ягод по республике в текущем году составляет порядка 160 тонн. Для якутян дары тайги – дополнительный доход. А теперь с изданием указа в республике появится полная занятость и постоянный заработок.